Это изображение Рэйчел демонстрирует качество света, воспроизводимое через средний зон для видеокамер с помощью источника света, который находится на расстоянии полутора метров от объекта. Как мы видим на этом изображении, на расстоянии от источника света до объекта влияет родственный размер источника, который по очереди воздействует на качество, воссоздаваемое светом. Для того, чтобы продемонстрировать эффективное движение источника света ближе к объекту, зонт для видеокамер устанавливается в два раза ближе к Рэйчел на расстоянии около 75 сантиметров. Действующая поверхность источника света увеличивается или уменьшается в зависимости от расстояния, на котором находится источник. Это значит, что когда источник света приближается к объекту в два раза ближе, то действующий размер передней площади поверхности источника света растягивается в четыре раза по отношению к настоящему размеру. Когда источник света находится в два раза ближе к объекту, зрительно он становится как бы в два раза шире и в два раза выше, его площадь увеличивается в четыре раза. Но если источник устанавливается на расстоянии в два раза дальше от объекта, тогда действующий размер источника света равняется одной четвертой его настоящего размера. С источником света на расстоянии полутора метров качество света становится мягким, и на этом слайде на лице Рэйчел не видны никакие видимые тени. Но если источник света установить на расстоянии 75 сантиметров, действующий размер источника увеличится в четыре раза. На предыдущем изображении источник света был намного мягче, чем на этом. Единственное различие, которое на нем заметно, это уменьшение тени на носу, поскольку качество света уже было слишком мягким. Настоящее действующее расстояние на качестве света становится очевидным, когда источник света отодвигают от объекта. Тот же зонд медленно отодвигается на расстоянии трех метров от Рэйчел. Отодвигая источник света в два раза дальше от объекта, действительный размер источника составлял одну четвертую по отношению к настоящему размеру. Следовательно, воспроизводимые качества света похожи на малый источник света. Заметные тени на носу очевидны, и переход теневой грани становится более четким. Итоговый просмотр изображений подтверждает тот факт, что расстояние источника света является важным фактором при освещении человеческих лиц. Представим наш объект как вид сверху, а фон вокруг в виде циферблата часов. Таким образом, мы сможем устанавливать место расположения источника света в положении стрелки часов 1, 4 или 6 часов, для того, чтобы показать вам, как это действует на вид освещения, который вы создаете. Когда вы устанавливаете малый источник света на 2 часа, это одно. И совсем другое, когда вы устанавливаете большой источник света на 2 часа. Это две разные ситуации. Нужно принять правильное решение для того, чтобы точнее и правильно расположить свет по принципу циферблата. В другом случае нужно, к примеру, решить, насколько высоким или низким должно быть расположение этого источника. Если вы работаете на высоте 5,5 метров, тогда у вас будет резкий угол наклона падающего света, и тень от бровей будет падать на глаза, а тень от подбородка будет падать на шею. Это на ваше усмотрение. Если вы уменьшите угол и опустите свой источник света вниз, или установите его немного выше от пола, тогда это сократит до минимума эффект затененности на шее, который идет от подбородка. Она почти исчезнет на том изображении, которое вы пытаетесь воссоздать. Еще один нюанс по поводу расположения света. Я думаю, что в целом осветители по-разному располагают освещение для лиц мужчин и женщин. Когда я освещал лицо мужчин, во многих случаях на их лицах были тени. То на одной стороне лица, то на другой. На многих съемках. Во время съемок разных шоу мы устанавливаем свет близко к камере и к женщине, так как свет и вспышка придают ей более привлекательный вид. В этой главе воображаемый циферблат вокруг модели будет использоваться в качестве места расположения освещения. Мы покажем несколько эффектов освещения лиц с помощью малых и больших источников света из разных мест расположения стрелки на циферблате. К примеру, малый источник света, установленный в положении стрелки 1 час, будет выглядеть так. А большой источник, установленный на 7.30, будет выглядеть так. Для начала, на штатив устанавливается небольшой осветительный прибор с лампой на 1000 ватт в положении стрелки 1 час, и свет направляется на объект. На этом изображении расстояние источника остается неизменным, то есть 1.60 метра. Задний фон освещается осветительным прибором с лампой на 250 ватт. Холшевников работает с нашим натурщиком Шоном и фиксирует действия первого источника света и его расположения. На первом изображении Шона можно легко увидеть действие малого источника света, установленного в положении стрелки 1 час. Так как источник света находится позади объекта, тон освещает плечи и немного освещает лицо Шона. Поэтому для того, чтобы осветить теневую зону в положении стрелки 1 час, не нужно использовать заполняющее освещение, так как не будет значительного эффекта, и такое расположение не подходит для основного света. Для того, чтобы показать действие большого источника света в том же положении стрелки 1 час, устанавливается средний зон для видеокамеры с двумя встроенными лампами по 750 фатт, заменяя большой осветительный прибор Френеля. С малым источником света в положении 1 час, края лица едва заметны. Заменив на большой источник света, мы можем увидеть, что отодвинутый большой источник света освещает одну сторону лица Шона, в особенности это четко видно в теневых зонах. В этом случае увеличиваются некоторые детали изображения в затененных участках из-за рассеющегося света, который исходит от большого рассеющегося источника света. Такой свет играет на стенах студии, создавая внешнее и заполняющее освещение. Чтобы увидеть действие малого источника света в положении 2 часа, устанавливается осветительный прибор Френеля с лампой в 1000 ватт. С малым источником света, установленным в положении стрелки 1 час, освещались только бока лица Шона. Но, установив источник в положении стрелки 2 часа, мы увидим, что освещается большая часть лица, включая даже часть носа. Опять-таки, происходит интересный эффект, но такое расположение не подходит для основного света. Для того, чтобы показать действие большого источника в положении стрелки 2 часа, зон для видеокамеры переустанавливается. Осветительный прибор Френеля, установленный на 2 часа, освещал малую часть лица и носа Шона. При использовании большого зонта и с таким качеством света из большого источника света, освещение идет уже на большую часть лица. Опять-таки, грань рассеющегося света от большого источника обеспечивает внешне рассеивающий свет в теневой зоне. Для того, чтобы показать действие источника света в положении 3 часа, вновь передвигаем его. С малым источником, установленным на 2 часа, большая часть лица Шона все еще оставалась в тени, но передвинув источник на позицию 3 часа, мы достигаем светового эффекта, который обычно предпочтителен для бокового освещения. Одна часть лица освещена, а вторая часть остается в тени. Действие большого источника света практически такое же, как и с малым источником света. Боковое освещение является известным световым эффектом в театре. Такое действие может быть более сильным, но в этом случае и здесь представлено большое количество заполняющего света в теневой зоне. О регулировке контрастности мы расскажем в следующем цикле этой передачи. Говоря о циферблате, мы сейчас будем рассматривать действие источников света с положения стрелки 4 часа. Малый источник, установленный на 3 часа, создает классический эффект бокового освещения. Передвигая прибор Френнеля на 4 часа, мы можем увидеть, что свет начинает освещать переднюю часть лица объекта. Тень на носу может быть сокращена, если увеличить высоту источника света с этого положения. При большом источнике света мягкий переход грани сокращает количество теневой зоны на передней линии лица Шона. Изображение с этой позиции более эффектное, и она является основной или ключевой позицией. Малый источник света передвигает в позицию 5 часов. Ассистент аккуратно контролирует свет шторками осветительного прибора, чтобы сохранить рассеивающийся свет, не попадая на пестрый задний фон. Малый источник на 4 часа – это часто используемая или основная позиция, но освещает только часть теневой зоны лица Шона. Но переустановив осветительный прибор Френнеля в положении стрелки 5 часов, мы можем впервые увидеть, что основной свет освещает полностью переднюю линию лица Шона. Настоящая форма его лица теперь очень видна. Мы работали с малым источником света для того, чтобы сократить более очевидные теневые зоны на носу при помощи месторасположения источника. Теперь зон для видеокамеры устанавливается на 5 часов. И из-за рассеивающегося света, создаваемого рассеянным источником света, к зонту прикрепляется серая рама – решетка с текстурой сот. Рама сделана из легкого металла с эффектом затененности. Толщина такой рамы примерно составляет 2,5 сантиметра. Отверстия в решетке направляют свет вперед, сокращая размывание пучка света. Результат этого – контроль над очень мягким источником света, который задерживает рассеянный свет от пестрого заднего фона. Контроль над рассеянным светом при малых источниках и над источниками рассеянного света очень проблематичен. К тому же, кроме рамы, существует несколько других методов для контроля рассеющего света от источника. Один из методов – это установление черного флажка, прикрепленного к штативу, который поднимают почти до верхушки источника света. Если он правильно установлен, то он будет срезать рассеивающий свет от заднего фона без воздействия на свет и объект. Если у вас нет такого флажка, то вместо него можно использовать большую черную жестяную фольгу или черную пластину. Кусок черной фольги крепится на шест, а потом на штатив осветительного прибора. Еще один способ, как контролировать источник света. Эта система раздвижных жалюзи. Ее устанавливают вертикально. Черные лентообразные жалюзи направляют свет вперед, а не назад, или на переднюю часть прибора. Такая система контролирует рассеивающийся свет, чтобы были минимальные потери света на объекте. Возвращаясь к изображениям Шона, мы можем увидеть, что малый источник света, установленный в пять часов, воссоздает полную картину освещенного лица. Во многих примерах, это очень подходящее месторасположение для основного света. При большом источнике света достигается тот же самый главный световой эффект благодаря более мягкому и полному качеству света. Холшебников говорит о положении источника света, которое должно быть так близко к камере, чтобы оно находилось в точном положении шесть часов. Для этого, в низко освещенном углу с этого положения стрелок нужно установить черный флажок, для того, чтобы сдерживать рассеивающий свет на заднем фоне. Устанавливается штатив с рукояткой, где на рукоятку горизонтально фиксируется флажок. Затем флажок поднимают выше, чтобы срезать свет, и фиксируют его чуть выше головы объекта. Основной свет устанавливается на высокий угол и параллельно рассеивающемуся свету на полу. Поэтому при этом положение основного света не нужно использовать флажок, чтобы контролировать рассеивающийся свет. С малым источником, установленным в положении стрелки пять часов, возникают моделирующие или теневые формы на лице Шона. Это положение основного света и дополнительное положение стрелки семь часов. Оба они известны в особенности при использовании жесткого света или мягкого света. Передвижение основного источника в положении стрелки шесть часов создаёт другой вид, который может быть плоским по отношению к объекту, а также делает лицо немного шире, чем то, какое оно есть в действительности. Отсутствие теневой формы по сторонам лица и в передней части лица относится к плоскому свету. Такой вид часто встречается в модных журналах и во время интервью в новостях, снимаемых при помощи осветителя для видеокамеры. Длина тени под подбородком напрямую связана с высотой источника света. Переход на мягкий свет при положении стрелки шесть часов при съёмках новостей делает выражение лица менее эффектным. Изображение всё ещё остаётся плоским по сравнению с другими изображениями, которые были сняты с других положений источника света. Главным преимуществом при месторасположении света в малом углу от камеры является правильное освещение глаз, так как создаётся от свет от источника. Блики в глазах объекта могут блестеть или отображаться при свете на изображении. Такой эффект бывает при расположении источника света в малом углу в расположении стрелки между пятью и семью часами. Последнее ключевое расположение в этой части — это расположение источника в положении стрелок 730. Флажок убирают из установленного места, также передвигается осветительный прибор Френеля с лампой в 1000 Вт по левую сторону от камеры и от объекта. Смотря на диаграмму, мы увидим, что конечное место расположения источника с жёстким светом на схеме находится слева от камеры и в положении стрелок 730. Плоский свет с позиции 6 часов контрастирует со световым эффектом от осветительного прибора Френеля в позиции 730. При положении стрелки 4-5 часов малый источник света воспроизводит хорошо заметные тени при помощи грубого перехода теневой грани. Изменив источник на большой, при этом же положении, мы сокращаем заметные грубые теневые грани на лице объекта, делая положение стрелок 730 или 430 доступным ключевым расположением для регулирования осветительного прибора. Быстрый обзор действий мягкого источника света при семи положениях стрелок часов, которые вы только что видели, подтверждает тот факт, что местоположение света так же важно, как и качество света. Эти два фактора должны идти рука об руку для того, чтобы создать желаемый световой эффект на объекте.